с легким паром доброе утро всем стошнолобого так надо идти вокруг я буквально вчера заехал и через пару машин дорога за ну стоянку они закрыли еще видите не везде можно машину поставить грязь болота еще не повысыхала так как то ж надо тоже проскочить время 6 утра а уже светло так вот и мы дасти чему тут выйдем поедет она назад поесть и куда не денется тут в общем то что задом загонять что передом примерно грязь одинаковая я же говорю что от не везде можно заехать еще а там получается там-то асфальт дальше где всегда стояла здесь видите здесь щебенка так мы у нас по машине вроде все хорошо душ 100 рублей зато так это нормально сейчас руслану корешок там якутию покоряет говорит их душ в ней рюнгрей 250 грится почувствуется разница в этом порча сходить покушать 200 рублей и пути так это люди уже все разъезжают потихоньку видите какая там грязука я не знаю он коллега туда заехал он там уже прилип и это он так туда заехал чего-то с лопатой все он заехал видите он уже 100 прилип там на скане парнишка охранник пошел помогать да хотел развернуться видно вот сюда вот а здесь по колено грязи а не 1 утренний фитнес называется утро началось не с кофе нам вошли чай пить скольчик так ты смотрю видел через брест не поедешь посмотрим сейчас как выйдет не выйдет нам еще где-то час-полтора до выезда но в этом явно кем-то вытаскивать надо сам он там не выезд причем тащить нужно назад они вперед для начала не он передал вытаскивают он думаю что он здесь по прямой сам поедет по этой грязи мазинка вон трехосным новенького мазика гонит подъехал выдернул ну смотрите рядом со мной вот деловой стоял они там вдвоем короче я приехал сейчас у меня получается я отстоял еще восемь часов чем не час паузы а пацаны уже все они приехали позже меня но не намного буквально минут на 20 наверно и и уже выехали мало спят мало не знаю было его месте на этого я вытаскивался бы прямо вот сюда на фига он там в этом болоте остановился сейчас может опять прилипнуть вот здесь вот особенно на выезде не сколько грязь но посмотрим у нас самовар закипает сейчас будем бутерброды бодяжить и кино будем бодяжить пока чай будем пить ну что пробуем как вы думаете выйдет сам а нет он что-то дальше и не поехал что-то я не могу понять маневров вперед-назад сдает может ночевать собирается оставаться или что какой ночевать когда только утро наступило ну пока непонятно накатывает зачем смыслом маневру пока чет понять не могу ну ладно значит так надо человеку мы будем ехать если чё на не поедет так из три часа добавить по узкому сейчас у нас пол девятого ехать нам 306 километров до точки разгрузки ориентировочно 4 4 с половиной часа примерно все молчу посчитать несложно остался спать за что рился на скане у меня тут полночи там ковырялся а царя вчера заезжал он уже там стоял юмор тыл к так торопится него не видно было просто так спешил так спешил торопишься езжай сейчас под углом выходил мне его справа видно не было потом только в зеркальце его увидел не в зеркальце в стекло так ну крайний по ходу рывок в сторону востока ориентировочно 300 километров потом пойдем обратно на запад маловато что это за плечо такое сколько мы проехали 2714 от загрузки ну еще 300 3000 что это за плечо короткая короткая 5 плюс вот это уже хорошо 3 так не успел начаться но все же лучше чем тысячи или полторы обратки пока нет сказали будут смотрел дарит не счет еще такого актуального говорит пока нет а то что есть она есть всегда такое которое там предлагает не знаю а отсюда солнце конечно тяжеловато на запад с загрузками вернее загрузки есть с оплатой тяжело что будем делать за сколько поедем сказать сложно но ставок особенно вот именно отсюда в сторону запада нет от слова совсем посмотрим может какими нибудь перебежками там короткими сейчас задача другая сейчас ориентировочно в районе часа прибыть в Омск и разгрузиться уже никуда не будем заезжать ни в Абанском ни в магазин ничего в принципе ничего и не надо все есть поэтому катим по прямой без остановок на разгрузку как-то так ищем красавчик любитель затапливать вот эти все места когда сильный паводок здесь все в воде вот это все залито сейчас его переезжать будем но он заливает тут все все эти синтокосная луга крутинка аж 83 сейчас вот аиши пройдем там на горочку туда-сюда и Омская губерня Тюменская закончится начнется Омская а воронто сколько что у вас тут сходняк понедельничный сегодня кстати понедельник 5 апреля ну пока воды немного да вот если посмотреть совсем немного то есть вообще воды можно сказать нет по колено перебрести перебрести можно но когда разливается он тут дает стороне угля доводилось наблюдать здесь данную картину все вот это все было в воде все-все-все кажется здесь смена областей ага омская одна омская почему-то у нас без этих без какого-нибудь монументика какого-то за трипаного как московской области никакого нет новосибирск уезжаешь там есть да вот тюменская есть а он не ответственный к этому вопросу но фигзералка хорошая она тут вся хорошая здесь только катись слава богу что на деку одиночку Свердловскую, пока никого нет Надо обходить Базел Который next А вот и того Делка догнали Который нас не пущал Не то, что не пущал Но не собирался Не обязан Конечно Нет, не пойдем Встречки После Мерсика Желцкого Там свободно Прошел, когда слухи куда Притопил Когда надо Отормозился, если надо Когда тут переметы, гололед Но пережили, пережили, к слову В следующем году все вернется на круги свои опять Сейчас скажут, опять нарушен Сплошную перенесет Обгонял на перекрестке Там, где нельзя Сплошная Тактично промолчу Позвоним по контактному телефону Осталось 130 километров Что нам скажут? Здравствуйте Меня зовут Алексей Водитель По поводу Выгрузки Крахмал Скажите Ну мне осталось 130 километров Едем по адресу Восточная 2 Да? А, ну, в общем Который там Да, как я правильно сказал Хорошо, а там как заезд Какой-то пропуск Оказывает, что Какие Правила у нас А, все То есть приезжаем Все Хорошо Ну, все Не выгрузят Правильно Все Хорошо Спасибо Ну, олимпируешь Начинать через 20 Все Хорошо Спасибо До свидания Чтоб не смущать Народ, что телефон Ухо был Я все никак Тут через блютус Не подключу Вернее, я подключал Но он потом Телефон шпилика Постоянно Начинает реагировать Смс И сообщения Постоянно Дум-дум-дум-дум Еще и через Мало того, что так Еще и через Через динамит Все Сказали Хорошо Въезд у них Так, как бы Свободные Заезжаем Только сказал Что-то Восточное 3 А, восточное 3, да Все Правильно Да я Неправильно Восточное 2 Восточное 3 Так, что Едем Получается Сто тридцать Сто двадцать пять Км Проинцировочка Два часа Время Без десяти Одиннадцать Все должно Быть Нормально Пацаны На обгон Пошли Робертс У меня Восемьдесят Иду Что-то мне Понравилось Восемьдесят Ничего себе Деловой На обгон Идет Что Можно ездить Быстро Деловым Линием Ё-моё Ну да Я думал У них тоже Ограничения Обычно Их всегда Обгоняешь Даже В восемьдесят Е Едешь И их Обгоняешь Зато Вот Заметься Вот В восемьдесят Четыре Когда Идешь На круизе То Постоянно Это Но Но Постоянно В кого-нибудь Упираешься Обгоняешь А здесь Практически Если даже Упираешься То Медленно Там В те же Делка Там И в Деловых Тоже Обычно Делка Они там Семьдесят Восемь Ездят Ну Магниты Понятно И чё И нормально Сейчас Расход Тридцать Одиннадцать У меня То есть Ну Нет Вот Это Газ Тормоз Газ Тормоз Газ Тормоз Мне Понравилось И По Времени Что Ты Восемьдесят Четыре Валишь Восемьдесят Пять Даже Те же Девяносто Что Ты Восемьдесят Будешь Ити Разница Практически Никакой Уже Замечен Пока Ездим Так Может Что-то Поменяется Пока На широкой Там Да Там Восемьдесят Четыре Здесь Вот Восемьдесят Кроиз Поставил И Едешься По сторонам Крутишь Чуть-чуть Притормозить Когда Кто-то Обгоняет Вообще Никаких Проблем Сейчас Наверное Волево Пойдет На Обгон Идешь Вольво Давай Жги Козой Нет Никого Пошел Красавчик Киргиз Ого Рация Киргизы Че-то Поволокли Из овощей Или с фруктов На Сибирь Судя по всему Тут Перед Омском Решили Вообще Шикарный Автобан Сделать Так-то Тут Вроде Как Четырехполоска Но Она Такая Семимесячная То есть Если На второй Полосе На фуре Обходить То Можешь С первой Полосы Кого Будешь Обходить Из Зеркала Забрать Узко Так Вот Роет Роет Я думал Что Наверное Здесь Хотя Но Видите Еще Полосу Добавили Сделают Полноценно Широкую Дорогу Респект Респект Как вы Поняли Мы уже Почти Вонский 51 Километр Но Выгружаться Нам На той Стороне Со Стороны Новосибирска Как Мои Дамы Предлагают Рвануть Туда Через Омск Я Настойчиво Отвержу Что Мы Поедем По Объездной И Зайдем С Обратной Стороны Как Вы Думаете Кто Победит Переубедят В два Голоса Наверное Нет Мы Сейчас Пройдем Транспортный Пост И Объясниваем Так Я Смотрел Выброска Она Даже Что Там В районе Ртыша Там На Трудно Ту Сторон Через Город Перек Улицы Обойти Весь Город Со Стороны Новосибирска Зайти Ну не зайти А именно В той В той стороне У нас Наша База Или что-то Или контура Или фирма Я вообще Не знаю Склады Еще Кричали В рацию Остановите Мазика На Омск Идет Колеса Разлетелись Я Вроде Мазиков Не обгонял Значит Где-то Можете Перейдеть Хотя Тут В какую Сторону Здесь На Омск Можно И туда На Омск Идти И мы Еще Как бы На Омск Идем Сейчас По объяснению Мазиков Никаких Не обгонял Не было Это Наверное Так Либо Стоять Может быть Он там Впереди Пока Колес Не видно Что Где-то Валялись Прямо В рацию Кучаю Колесо Валялось И покатилось Да Наверное Точно Вот Вот Он Пошел Вон Наверное Его Колесо Валяется Валяется Да 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 Вот Она Укатилась Да И Не Одно Диск Туда Колесо Сюда Вот Он Разулся Повезло То же самое Как Тогда Того Трактора С прицепом Что Никто Да 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 Хорошо Что Никого Не убил Этим Колесом Представляете Навстречку Так Колесо Отвалилось И вам Навстречку Снаряд Такой Летит Все Особенно На легковой Без шансов Да Тоже Сколько Таких Случаев Видел Сколько В ютубе Ну У нас 21 Километр Остался До Места Прибытия Пол Первого Все Хочо Хорошо Все Отлично Как И было Примерно Задумано Куда-то Бездорожье Камазика Угодит Камазика Я нашего Не догнал Которая Час Час Раньше Меня Уехал Если Дальше На Новосиб Пошел Возможно И догнал Час Час А так Тоже Наверное Идет Килот Килот Семь Бежит И В общем Почти Мы Уже У Цели Осталось 14 14 Километра Что Какие Тут Пока Нужны Итоги Подвести Нашего Краткосрочного Забега 3023 Километра Плюс 14 3040 Километра У нас Получилось Сожгли Мы 956 960 Литров Топлива Получится Сожгем И едем Мы С расходом 31,6 Пришли По итогу Рацию Мы Приближаемся Комску Сейчас Нужно Будет Выключить Сегодня Понедельник Выехали Четверг Четверг Пятница Суббота Воскресенье То есть Четыре дня С копейками Не напрягаясь Так сильно Не рвавши На себя На здоровье Кафе Отель Бойка С правой стороны Четверг Открылась Новая Стоянка Раньше Не было Думаю Думаю Куда Ехать Чтобы Гружаться Прямо Здесь Недалеко Тоже Совсем Потом Кула Тож Надо Ехать ДПС Наверно Русская Русская Боля Так Точно Это Это На Один Переход Казахстан Нужно Идти Туда Потом Не Павлодар Раз Короче Есть Тут Вроде бы Еще Иртыш Заценим Распогодилось Солнышко Но не жарко 3 градуса Всего Иртыш Иртыш Пока Подо Льдом Ничего Удивительного В принципе Там Можно На Следующем Кольце На Ту Стоянку Поехать Надо Сейчас Глянуть На Нее Как Она Выглядит Сильно Там Волнуто И не очень Сильно Может и не будем стоять Пока Разгрузимся Что-нибудь Нам Пришлют Так Меня рисуют А На этом Кольце Тоже По прямой Ехать Выгрузка Совсем Возле Дорога Где-то Возле Площадка Небольшая Есть Ладно Сначала Поехали Разгрузимся Потом Будем Думать Чего Будем Где Стоять Может Вообще Стоять Не Будем Пасики Годят Новенькие Вот Это Стоянка С правой Стороны Посмотреть На Нее Сильно Там Можно Утонуть Или Не Очень Сильно Да Нет Он Машины Стоят Вроде Как Не Сильно Страшно Можно И По суше Даже И Место Найти Но Посмотрим Используйте Второй Съезд Используйте Второй Съезд Так Используем Второй Съезд Ехать Полтора Километра Осталось А так Вот На Газпроме По прямой Вон там Видите Тоже Площадочка Есть Там Напиток Машин Всего Зато Асфальт И Сухо Как вариант В принципе Приехать И сюда Остать Можно Очень Даже Может быть Так Мы И Сделаем Готовьтесь К Через 800 Метров Здесь Тоже Вот Стоянка А Вот Я Тут На Этой Стоянке Тоже Ночевал Как Сейчас Слева Тоже Оказывается Стоянка Есть Я Тут Стоял Оказывается Мы Сюда И Поворачиваем И Сюда Можно В принципе Более Менее Терпимо Ну Газпроме Лучше Метров Поверните Налево Через 50 Метров Поверните Налево И 500 Метров Нам И Все Готовьтесь Пребить Конечный Пункт Слева Через 500 Метров Вот Так Готовьтесь Через 400 Метров Держаться Левее Где-то Прямо Вот Здесь Мы Будем Выгружаться Слева Через 300 Метров Слева Автосервис Наверное Не сюда Восточная Один Дробь Три Причем Не куда-то Вот Слева Восточная 2 Дробь 2 Интересно Вон Восточная 3 Прямо Что-то Мне Прямо В этом Частом Доме Выгружаться Что-то Я Не понял Слегка Сейчас Пойдем Разбираться Все Разобрались Скажу Скажу Я вам Так Если Человек Идиот То Это Надолго У меня Не просто Восточная 11 11 Восточная 3 Хорошо Что В принципе Все По Дороге Сейчас В сторону Новосибирска Еще 19 Километров Мы Сейчас Ездим В сторону Новосибирска Возвращу Дальше Туда Уходим Потом Уходим Вомск Туда На Этот Наверное Ехать Если Я Не Ошибаюсь Где Сажей Это Как Это Назывался Углерода Или Что Углеродом Короче Сажей Загрузиться Грузились Хорошо Что 11 Восточная Не на той Стороне Города Не на самом Есте А сюда На восток Логично Положить Это Вот Заявку Не Ну Невнимательно Прочитал Просто Напросто Тупо Невнимательно Прочитал Заявку Так А здесь У нас Только Только Направо Да Что Делать Только Направо Так Только Направо Поедем На Кольце Развернемся Вот Ну Что Это Похожее Было Я Тоже Может Рассказывал Не Рассказывал Не Расскажу Не То Чтобы Похожее Но Тогда Просто Еще Только Устроился Предыдущую Свою Контору Большую Может Полгода Отработал Рассказывал Не 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 Рассказывал Я Другов Так Стаганрога Заволок В Центр Кёльна Но Я Туда Просто Тупо Не Взял Стоя 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 хорошо получилось удачно развернулся все и проблем а если затем нет завели бы меня на эту восточную из куда-нибудь и тут хорошо то на по дороге вот рядышком здесь какой-то завалок либо на тот конец омска оказалось потом 11 восточный совсем на другую на бочери центр ехать читается внимательно заявки на старуху бывает проруха используйте что тут сделаешь за мне это предлагает здесь через город поехать не мы сейчас уйдем туда и там подробно слить через 300 метров поверните направо готовьтесь к правому повороту через 250 метров так вот братцы плашар 6 сделки внимательность невнимательность хорошо кому так может закончиться и намного неприятнее последствия печальными то вряд ли но неприятными вот мы сейчас идем до развязки которая как на павлодар на павлодар направо а мы уходим в город волоском на лево без комментариев дальше жгите комментарии жгите лапки кверху сдаем су субтитры сделал DimaTorzok